Это Таня Таллин прислала, это Таня Таллин прислала, выключи эту балабулку. Очень красивые цветы. Вот записка. Мам, хорошо прошел спектакль, несмотря на то, что у меня было не смыкание до этого два дня, я думал, что вообще петь не смогу, но слава Богу, все спел, как всегда, шикарно. Кто, шикарно? Ну я, все. Молодец, молодец. Это, там просят... А, кстати, завтра мы едем на речку. Да, поняла. Ты едешь? Да. Ну дети все приедут мои, здравствуйте. Ну Ира сказала, маму будешь брать? Ну я говорю. Я говорю, ну не знаю, ну смотри, бацашь на целый день. Ну и шо? Таблетки, значит, приготовить. Да, там туалет есть? Есть, туалет есть. Мы рядом, кстати, будем с туалетом, там далеко ходить не надо. Хорошо, хорошо. Везем таблетки, распределю. Утром, утром попью, на обед, на вечер возьму. Там пишут, шо ой, разбили эти... А деньги верните, шо донат мы вам слали. Вот вам ответ. И вторая доля. Верните то, шо вы уничтожили в Украине, верните людям жизни. Родителям детей верните, детям отцов верните. А потом будете за свои гроши заикаться. Ага. Вчора смотрела трансвяцию Эдика, там заголовок, как бы, если встретился Эдик с Самвелом, а он говорит, я бы его обнял, поцелував, как брата. И все. За орки, каже, тебе называют, Самвел, орки, не любят гульнас, вот это все донатшую. Что, какая-то колхозница или что-то. А он говорит, ну она ж не будет, каже, какая-то Лопогачева, может, что, мол, короткая така не носит юбки. Я думаю, каждого свое. Он говорит, мы простые люди. Он говорит, мы простые люди. Он говорит, кто будет за Украину вступаться, если ядерное оружие, кто это. А, откуда он знает, кто будет, а мне сегодня Артем объяснил, что что-то там на станции уже порядок. Что-то там они убрали. Эксперты. Ты Эдику скажи, что я языком не терпаю. Да, я хочу. Я ничего за это не говорю. Вот там есть украинцы, и там его найдут. Я же его не знаю, кто такой. Это же не сегодня той Мазепа. Я его не знаю. Что это за Мазепа? Кто каже, что он национальный герой? А он каже, что он был ужасный нацист. Кто? Ну, Мазепа. Бандера. Я говорю, Мазепа. Откуда Эдик знает? Что ему в советских книжках про придурочный Советский Союз напечатал, то Эдик и знает. Он сидел 4 года в тюрьме в Германии во время войны. Бандера 4 года сидел в Германии во время войны. Кого он мог убивать? Ну, каже, он не любит. Только свою Назепа. Это же пропаганда. Это тогда была пропаганда и сейчас пропаганда. Вот и все. Не по каналам, а книжки меньше читать надо. Надо было жар не разбивать. Нахер он всрався тут. Народное творчество. Это не Илона высылала. А кто? А мне кажется она? Нет. Кажется. Не Илона. Не Илона. На щечках нашла. Нет. Сына Илона. Так. Это у меня обед будет. Сейчас немного супа даем. Осталось. Там мало в черте что. Про ядерное оружие. Я за ядерное оружие не понимала. Что воно там черта. А вот это замазали. Великая Россия. Уже осталось ядерным оружием кидаться. А ничего, что... Так пострадают все. А ничего, что... Кто им право это вообще даст делать? Что это за бред? Террористы. Блять. Уничтожить нахуй того Путина. И всех его приспешников. Сука. Хай бы вот она... Джей двадцать... Винчи шоу. Двадцатку приехали бы. Блять. Там арестовал на месте. На виселицу. Чтоб висел. Сука. За яйца подвесить. Мурый. Рис. Малый есть. Трошка есть. Падло. Великая Россия. А что же Великая Россия не может справиться с такой херовой Украиной? Топчется вокруг Харькова. Мелитополь Россия. Мы эту херню. Ага. Мелитополь. Город Российский. А ты забыл... Что это? Едика? Ну... Тепер же захватил город. А я сама себе думаю. Я звонила после этого. Не могла дозвониться. Твой любимый город. Який он Россия. Наш город. Я училась. Дмитровка Россия теперь. Ага. Або Дмитровка. Або Херсон. Кого они... Коли у нас таки были дорогие города? Теперь Едика будет с Гульнасткой. Чавкать сидеть. Орки блять. Татара монголская ига. Будет жрать наши арбузы. Падли. Блять поперек горла стало. Наша жратва. Да. Мне все равно, что... А мне до фени. А мне до фени. А мне до фени. На кого он что скажет, или не скажет? А мне до фени. Чи скажет, или он на меня что скажет. Мне абсолютно плевать. То, что он скажет. И его мнение. Про меня. Абсолютно. Человек, который не понимает. Что и где война. Вино таки. Дебил. Все. Понимаешь? Считая, что это Америка виновата. Что считая, что Россия должна управлять всем миром. Решать, кому с кем дружить. Да не пошла б нахуй эта Россия. Вместе со всеми ее жителями. И со всеми русскими. Чтоб они, блядь, решали, где нам жить и с кем нам дружить. Падли. Не по их, значит уничтожить. Что это за блядство? Ааа. Выродки, блядь. Фу. Ничего не говори, ничего. Мы сделаем перец, что ты не хочешь? Какой перец? Зачина мне. Какой? Сладкий. Чим? А там фарш вот утром. Не, мам, я иду домой. Я сегодня буду делать капусту суткой. Сегодня Артем со Святой приедут в гости. Ааа, ты дома готовишь? Я, мне надо машину. Какой у нас гулял? Мы ходили в АТБ. Вашу собачкой. Мы долго сидели. И он мне... Расскажи мне, я не очень поняла, насчет атомной... Я не знаю, что там. Я знаю, что там они падли и заменировали, понимаешь? И шантажируют. Чтобы за работе... Он сказал, что убрались. Какой-то не грозят нею. Ну не знаю, мам. Они не грозят, а потом взорвут и скажут, что это мы, суки. Ну да. Чтобы оправдать свою беспомощность. А ты уже угодишь? Да, мам. Так хвалятся своим величием. Что? Так хвалятся, говорю, своим величием, россияне. Вважают, что они лучшие в мире. Лучшая нация, лучшая страна. Вот фашисты так делали. Смотрите, как она закаталась. Вот это 400 гривенов. Видите? Вот томат, сынок. Будешь брать, как тебе надо. Томат перекрученный на гей. Я пользуюсь другими соусами. Ну, борщик будешь, когда варить. Или какую-то подливку сделать. Хорошую. Свеженькие, помидоры хорошие. Он брал вот такие. Ты уже пишет, сынок. Там люди пишут. Угрожает ядерное оружие. Айдик. Это тот угрожает, кто кричал, мама, я повешаюсь. Забери меня отсюда. Это тот угрожает в Украине ядерным оружием. Кто послужить не мог в обычное время в армии. Уже попавший туда. Мама, сынок, спасибо, что знали. С теми правдами и неправдами. А люди были вчера мархиады? Да, много людей было, да, мам. Не знаю, мам, когда попадешь. На 8 утра. Да. У нас там литература в подъездах стоит. Так хорошо, в квартире, когда открыты окна, вообще прямо аж дышать светло. Я только пришел, поднялся. Тяжелые сумки. Цейпажер. Сейчас надо все разложить. Не знаю, куда шел. Завтра приедут Ира, Гена, Леша, Диана, Карина, Женя, Родик. Покажу, что купил. Пошли разбираться. Ой. Ой. Смотрите. Смотрите, там базилик. Такое. Там есть вода. Ира говорила, помой. Чтобы было все чистое. А Света говорит, что ничего мыть не надо. Там есть вода. И там все это. Виноград, кстати, завтра заберу. У меня арбуз был. Огурцы очень вкусные. Такой мягенький. Я спросил у женщин-продавщиц. А вчера, представляете, возле пьяной вишни. Встречаю девчонок. Ну, как девчонок таких. Лет по 40. Девчонки. Может старше, может младше. Не знаю. Ну, короче. Они шили мне шторы. В квартиру полностью. Говорит, я на кухне делаю. Я говорю, там так мне написали. Ну, хотя они очень классные. Говорит. Другая. Я в спальню шила. А я туда. Ну, то есть. Приятно было их вчера встретить. Так. Вот это надо. Знаете, что Коля, где я вставляю? Графин. Иными. Я его всегда мою, эти графины. Так. Это Зоя, она повидела. Обалденно. Нектарина такую купил. Знаете, у меня такое вот ощущение. Ой, блин. Ну, не выпады. Не-не-не. Такое ощущение, что так хочется с родными нам. Это начинается. Набирая говна вот этого. Понимаете? Потом оно цветы. Потом оно цветы. Потом оно цветы буйным цветом. Нахера вот это делать. Набирая. Почистив арбуз. Взяв это самое. Давай, туда. Пошел. 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 Ха-ха-ха-ха. До свидания. Набирая. Набирая. Понимаете? Набрал. Набрал арбуз. Значит, порезал арбуз. Шкурки бросил в ведре. Я на ведро с утра помыл, а его вынес на балкон сушить. Я с моющим совсем. Оно у меня чистое. Вот. Ну, как помойное. Просто ведро для отхода. Взял, помыл. Шкурки бросил в этом. В ведре. Оно через пакет протекло. Все в этом. Я смотрю, там уже мелкая мушка заводится. Короче, за всем надо следить. Так, это поле какую-то там курицу взял. Типа. Так, лаваш. Сюда, в холодильник. Так. Сюда. Я вот это не умею паковать. Вот это вот. Так, вот это, кстати, мясо. Ай, вы знаете, что в морозилку брошу. Это наш шашлык. Пока доедем, оно расставит. Это филе индейки. Айбуда. Так, кетчупы. Так. И хлеб, наверное, да, тоже туда, ребят. Это я открывал там. Короче, парень так и просил есть. Видно, что он чебом, че просто не работающий. Ой, сейчас все просят. Стоишь, пацан, дайте 100 гривен. Да можно вам окна помыть? Нет, так дайте 100 гривен на пись. Вот идите нахер, фары. Я одному уже дал. 100 гривен фары помыть. Хер в сраку. Помыл фары. Вообще. И даже тряпкой не протер. 2 секунды я ему 100 гривен дал. Что это за разгильдяйство. Я с 15 лет пахал на рынке. Тяжелая работа. Морозы. Мне так просто не давали. Ну, на еду то такое уже. Так, все. А это сейчас я буду готовить. Быстро заправляю. Все на утку. Такой шикардос. Мне нравится, что она уже такая. Раз это самое. Смотрите, на капусту с рисом. Вот объясняю. Много раз показывал. Режем, моем утку. Удаляем из нее легкие. Видите, вот эти легкие. Я удаляю, промываю хорошо. Вот. Разробую ее на куски. Вот на такие. Это у меня с одной утки. Сколько мяса. Потом очень хорошо вымываю. Постоит в воде где-то с полчаса. И выливаем эту воду. И чистенькую воду наливаем. И собираем пену обязательно. И на небольшом огне оно варится до готовности. Чтобы мясо было мягкое. Практически готовое. Вода выкипает. Если есть лишний жир, сливаем. Если жира нет, вода выкипела. Добавляем растительное масло. Поджариваем. Вот. Варим до полу готовности. Рис. Вот промытый. 0,7 стакана обычного. Вот риса на одну утку. И 1,4 кг у меня капусту. Капусту я выложил из этого. Из пакетов сюда. И просто вот залил водой. Я залил водой. Она стоит. Потом я воду ссажу. И буду вот так вот уже брать. И капусту кидать прямо в кастрюлю. То есть больше я ее промывать не буду. Чтобы вы понимали. Мясо подсаливается. Рис подсаливается. Я теперь вот этот жирок. Который видите остался. Мясо уже вообще мягкое. Мягкое. Я вот этот жирок просто сливаю. Это один жир. То есть тут даже нет воды. Это все жир в суточки. И теперь на вот этом. Мы поджариваем вот это мясо. Все оно уже как бы готово. Это мягкое и мягкое. И мы здесь же поджариваем его. Я спокойненько поджариваем. Если надо. Подбавляем вот этот жирок. Который у нас остался. Все. Не трогайте. Дадим ему подзолотиться. Мясо. Чтобы вы понимали. Вообще как бы. Ну. Тает. Видите. Оно. Просто вот. Оно уже готово. Нежное. Нежное. Ммм. 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 Повыщик. Выкидываю. Все. Это значит готово. Я чуть жирка подливал. Теперь берем капусту. И смотрите. Берем и хорошо ее так отжимаем. Чтобы не попадала влага. То есть мыть ее больше не надо. и сюда так разбрасываем отожму хорошо и подмешиваем чтобы она хорошо поджарилась и в этот момент усиливаем усиливаем огонь потихонечку поджариваем если жирка мало добавляем жирка но вода чтоб не попадала это она не надо вот эта вода но весь прикол конечно ребята в капусте если капуста хрустящая классно это будет очень вкусно у меня как-то мягковатая в этот раз капуста это не очень хорошо ну какая была перемешиваем она поджаривала вот видите там сухенька то есть мало мало жирка значит мы вот это то что мы собирали нам же надо было сперва так сказать поджарить мясо думает этот жирок сверху берем и туда поливаем потому что это уже вода там понедельник она поджарится ну все капуста немножко поджарилась ребята мясо прям отстает от кости и теперь высыпаем сюда отваренный до полуготовности рис но лучше брать знаете продолговатый тут пропаренный рис и тоже до полуготовности если вы его сильно сварить а потом рис будет разваренный он превратится в кашу и превратить капусту кашу поэтому и так это может как должна быть капуста с рисом большая часть капусты меньшая риса и вот рис здесь должен немножко минут 15 до готовится в этой капусте понимаете перемешиваем все больше не будем сто пятьдесят раз мешать вот смешаем хорошо капусту 3 там не за мясо рассыпается оно уже готово хорошо так перемешиваем основательно вот тут хорошо перемешался рис это очень вкусно это очень-очень-очень вкусно кто не пробовал мечтайте целом нищи и вот эту водичку что тут бывал это от уточки я не и выливаю то больше ничего не надо пойми зайчик куда ты бежал нее дождь на улице ребята начинается он прям дождик Ой, как у нас хорошо, ребятки Как у нас хорошо Сколько людей меня встречают Подходят, боже, мы переселили Приехал к маме, ну не знаю Вчера, сегодня, возле театра Везде, где я иду, встречают Самуэл, мы вам так благодарны Вы такой молодец Вот такие люди слова только говорят Ой, вообще Красота Рыжий орг Ах ты тут, да Ребятки, капуста Шикарная получилась Шикарная просто Я ее только выключил Ммм, она обалденная Ну, я не знаю Это она доходит Здесь стоит такая, знаете Думает о своей жизни Как она будет В желудке себя вести Вот, посмотрим на твое поведение Субтитры сделал DimaTorzok